В Октябрьском районе продолжаются поиски пропавшей 16 октября Анастасии Хроленко. Уже есть подозреваемый в убийстве девушки, молодой человек Насти. Минувшее воскресенье суд избрал меру пресечения для возможного убийцы. Подозреваемый в убийстве Анастасии Хроленко уже находится в здании суда. Волонтеры, друзья и просто неравнодушные люди ждут начала заседания. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой меры пресечения достоин подозреваемый? Ну, я думаю, что стоит все-таки разобраться, как там на самом деле все было. И если все так, как сознался он, то самое строжайшее, потому что этого человека сложно вообще человеком назвать. Такое совершить, оставить дочку без матери, близким, делать просто невероятное горе, я не знаю, это самая строжайшая мера должна быть. Неделю назад молодая учительница английского языка собиралась на курсы в краевую столицу, но до места Анастасия так и не добралась. Родственники затрубили о пропаже девушки. Через пару дней следствие вышло на потенциального злоумышленника. Именно ему Настя последний раз в жизни позвонила. Экспертиза и следственные эксперименты привели парня в зал суда, где решалась его судьба на время следствия. Полчаса ожидания и всех приглашают на открытое заседание, кроме нашей съемочной группы. Чтобы не попасть в объектив камеры, защита подозреваемого ходатайствовала о том, чтобы процесс был закрытым. Времени мы зря не теряли и отправились вместе с волонтерами на поиски тела девушки. Предполагаемое место трагедии – мост через реку Раздольная, Вселенного-Георгиевка. Именно здесь, по версии следствия, подозреваемый совершил преступление и сам же в этом признался. Он признался, он рассказал все. У меня даже были понятые, ездили на Калинина понятые от меня, они присутствовали при этом. Человек не раскаивается, у него нет ни сострадания, ни горя, ничего. Он сидит и просто смотрит и говорит, что я ее задушил, спокойным голосом. Я ее задушил, она мучилась. Потом скинул тело в реку, потом на следующий день я жег ее вещи. С появлением у парня-адвоката у следствия появилась версия самоубийства. Но пока не найдено даже тело. Поиски ведутся уже пятые сутки. Десятки людей прочесывают каждый сантиметр берега реки Раздольной. На днях волонтеры приступили к осмотру дна. В арсенале надувные лодки, сапоги-болотники и фонарики. Поверхностный осмотр реки мы весь уже прошли, большой километраж. Поэтому сейчас уже смысл в том, что тело находится на дне, зацепившись за коряги. И искать только баграми по дну. С МЧСниками связывались. У них по их техническим причинам, по их нормативным документам они на поиски выйти не могут. Но они дали багры с машин пожарных, которые сегодня принимают участие в поиске. Решением суда подозреваемого заключили под стражу до следующего заседания. Волонтерам очень нужна ваша помощь. Если у вас есть надувные лодки, болотники, водолазное снаряжение, связывайтесь по телефонам, которые указаны на экране. Возможно, именно вы сдвинете это уголовное дело с места. Дарья Колотилина и Анатолий Молчанов, Телемикс.